МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор представил коллективу администрации нового руководителя Департамента финансов, экономики и имущества. Им стало управляющее Ненецким отделением Сбербанка. Татьяна Лагвиненко родилась и выросла в Наринмаре, окончила Ленинградский государственный университет экономики и финансов, имеет опыт работы в государственных структурах, где прошла путь от контролера-ревизора до руководителя окружного финансового отдела и контрольно-ревизионного управления. С 1998 года возглавляет Ненецкое отделение Сбербанка Игорь Кошин поставил задачу перед департаментом и его новым руководителем – повышение качества управления финансами в бюджетной и социальной сферах. С октября мы должны запустить 5-процентную ипотеку. С 1 января следующего года – новую систему оплаты труда в госсекторе. Необходимо также работать над проектами государственно-частного партнерства. Татьяна Лагвиненко в обращении к коллективу отметила, никаких кардинальных перестроек не будет. Выразила надежду на поддержку коллектива, творческий подход и эффективную командную работу. Первый рабочий день нового руководителя ведомства – 1 сентября. Деньги не по назначению. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предоставляющий губернаторам право снимать с должности глав муниципалитетов, передает Интерфакс. В случае принятия документа главы регионов смогут отстранять о должности руководства муниципального образования или местной администрации, если их действия привели к нецелевой растрате средств, предоставляемых из бюджета региона на конкретные цели, а также за нарушение условий их предоставления. При этом факт такого нецелевого использования финансирования сначала должен быть установлен в суде. Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, предлагаемые меры помогут снять напряженность в отношениях между субъектом РФ и муниципальными образованиями. Пример министра России провел видеоконференцию с регионами по подготовке к новому учебному году. В повестке совещание «Состояние школьных зданий, безопасность учеников, организация питания и сам образовательный процесс». По словам Дмитрия Медведева, большинство школ России к новому учебному году готовы. Есть необходимое учебное оборудование, спортивный инвентарь, есть школьные автобусы, обеспечен доступ к интернету. В ряде школ созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов. Закуплены все необходимые учебники и учебные пособия. Кстати, начиная с 1 сентября, учебники должны быть уже и в бумажном, и в электронном виде, чтобы детям было удобно ими пользоваться. Подчеркнул пример. Прирост первоклассников в текущем году наблюдается по всей стране. За школьную парту 1 сентября сядут на 145 тысяч первоклассников больше, чем в прошлом году. Ненецкий округ на совещании представлял глава региона Игорь Кошин и вице-губернатор Галина Медведева. На сегодня готовность к учебному процессу в округе составляет 89%. Это означает, что уже 73 образовательных учреждения приняты Государственным пожарным надзором и Роспотребнадзором. Прием остальных осуществляется в соответствии с графиком работы специальной комиссии. Из 82 образовательных учреждений округа к 1 сентября будут приняты 82%. Начальная школа и детский сад на острове Колгуев признаны аварийными. Несмотря на ремонт школы, учебный год для ребят начнется в срок. В конце августа учеников аварийной школы из поселка Бугрино доставят в Наринмар. До конца ремонта получать знания дети будут в Ненецкой школе-интернате имени Перерка. Сотрудники скорой помощи отмечают новоселье. Подробности далее. 78 лет ожидания. Служба скорой помощи переехала в новое здание. Милосердие и отзывчивость как смысл жизни в Ненецком округе выбирают добровольца года. Красота – капризная вещь. Но любой ее каприз исполнит. Всем известный Парадис. Салон красоты Парадис. Косметологические и эстетические процедуры для лица и тела. Маникюр, педикюр. Различные виды массажа. Профессиональная косметика. Подарочные сертификаты. Постоянным клиентам скидки. А также ежемесячные акции. Прием ведет врач-косметолог-дерматолог. Салон красоты Парадис. Полярная 25А. Осень. Она не спросит. Осень вам даст пакет. Ну а пакет такой, что ты ей не скажешь нет. Лучшая осень на севере. От Ненинской телерадиовещательной компании. Два пакета самых выгодных рекламных предложений нового сезона. Заказ на минимальную сумму от 15 тысяч рублей. Для максимального проката рекламы на телеканале «Север». Радио на Ренмар-ФМ. Размещение баннера на сайте телеканала с переходом на сайт рекламодателя. Для постоянных клиентов супер-предложения. Подробности по телефону 2-17-17. На заседании по антитеррору обсудили безопасность в округе. Свои доклады главе региона представили председатель Ненецкого избиркома, руководители ОМВД и главного управления МЧС. Представители ФСБ и профильных департаментов региона. В центре внимания были вопросы обеспечения безопасности пребывания людей на объектах, задействованных при проведении единого дня голосования, а также мест массового пребывания в период праздничных мероприятий, посвященных Дню Знаний, 80-летию города Наринмара, и у работников нефтяной и газовой промышленности. Также в ходе заседания члены комиссии обсудили антитеррористическую защищенность предприятий топливно-энергетического комплекса, работающих на территории региона. Итогом стало согласование паспортов безопасности этих объектов. Этот год стал историческим для окружной медицины. Впервые с 1937 года врачи, фельдшеры, диспетчеры и водители скорой медицинской помощи обрели свой дом. Новоселов поздравили первые лица региона. Для сотрудников скорой помощи и жителей города это настоящий праздник. Как и положено в этот день, те, от кого подчас зависит человеческая жизнь, принимали поздравления от первых лиц региона. Очень здорово, что у нас в округе скорая помощь работает на очень высоком уровне. Вы помогаете, вы спасаете людей. Это очень важно. Мне хочется, чтобы ваш коллектив постоянно пополнялся новыми молодыми кадрами. Мне хочется, чтобы ваш дружный коллектив располагался, надеясь, в этих замечательных и комфортных условиях. Для строительства из окружной казны было выделено порядка 48 миллионов рублей. И ещё 3,5 миллиона было потрачено на приобретение современного оборудования. Площадь нового здания более 1200 квадратных метров. Здесь предусмотрены все необходимые помещения для сотрудников скорой помощи. Всегда в выборной профессии, в любое время дня и ночи, вы проявляете свой профессионализм, своё доброе слово, свой вот такой энтузиазм, который трудно, наверное, и описать словами, и обозначить заработной платой, но для того, чтобы условия труда у вас были как можно лучше, совершенно правильно. Поздравил коллектив и выразил благодарность властям, исполняющей обязанности главного врача окружной больницы Сергея Гмызин. Очень рад за коллектив отделения скорой медицинской помощи. Здорово, очень хороший корпус. В пользу случая, здесь у нас присутствует, я вижу, много ветеранов отделения, водители, диспетчеры, фельдшеры, врачи. Хочу ещё раз выразить свою благодарность им за их многолетние, за многие десятилетия работы в этом отделении. Большое всем спасибо. И вот он долгожданный исторический момент. Первая экскурсия по новому зданию. Радостные улыбки и удивления сотрудники скрывают с трудом. На первом этаже расположились диспетчерская, кабинеты приёма амбулаторных больных, процедурная, кабинет регистрации, душевые, помещения для мойки инвентаря, гардеробные для водителей. На втором комнаты отдыха врачей и фельдшеров, кабинет психологической разгрузки, помещения для методических занятий. Особенно радует, что в новой скорой много подсобных помещений. Как старшему фельдшеру, мне, допустим, очень приятно, что у нас есть несколько комнат, то есть, где мы можем хранить свои лекарственные средства. То есть, если раньше было у меня всё в комнате, там как-то свалено, может быть, ещё что-то, здесь это всё находится в шкафчиках, всё на полочках, всё разложено удобно и для меня, и для выездных бригад. Работать в таких условиях только в радость, говорит диспетчер с 43-летним стажем Татьяна Чернега. Я уже в четвёртой скорой помощи работаю. Нас всё время пристраивали куда-нибудь. В 72-м году была поликлиника. Вот там вот вместо этого дома была поликлиника. И в этой поликлинике было две комнатки маленьких. И я там стала работать. В достойных условиях будут работать более 40 специалистов скорой помощи. А это тысячи спасённых жизней. Алена Валей, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Центр поддержки молодёжных инициатив объявил начало регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец года». В нём могут принять участие лидеры, руководители и представители добровольческих, волонтёрских и некоммерческих объединений в возрасте от 14 до 30 лет. Среди них и Александр Илеванов. Александр Илеванов волонтёрством занимается с 12 лет. Сейчас 17-летний молодой человек – студент аграрно-экономического техникума. Меня просто позвали друзья для молодцовки. Потихонечку тянулся в это. Как родители у тебя отнеслись к этому? Вполне хорошо. Ну, ничего такого нету против. Ну, поначалу там были, но сейчас-то уже гордятся. Сам лично около 20 человек привёл в молодежный центр. Если считать даже по мероприятию «Экодесант», который проводился на весенний лидбор, я смог туда привезти около 40 человек. «Экодесант» Александр придумал сам. В преддверии празднования 70-летия Победы более 40 подростков убрали дворовые территории девяти ветеранов войны. Впереди у лидера организации много планов. Я участвовал в конкурсе «Лидер года». Я являюсь лидером победителя в своей категории. Сейчас я буду участвовать в конкурсе «Добро лиц России-2015», в котором начался приём заявок с 15 августа. В Центре поддержки молодёжных инициатив ждут таких же, как Саша, неравнодушных людей. В конкурсе могут принять участие жители Нинистского автономного округа, лидеры и активисты волонтёрских объединений в возрасте от 14 до 30 лет. В принципе, для участия в конкурсе необходимо представить заявку, сформировать пакет документов, презентовать свой проект, реализованный в направлении добровольства в 2015 году, ну и, в принципе, направить в адрес молодёжного центра. Подробность положения можно ознакомиться на сайте www.moot83. Победители регионального этапа «Доброволец года» будут участвовать во всероссийском конкурсе. Любовь Пермякова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Наринмар готовится отметить День российского флага. Вторая уникальная находка. В Большеземельской тундре учёные нашли фрагмент бивня мамонта. Находку обнаружила ленивод сельхозкооператива «Харп». Магазин «Хороший» объявляет о сезонных скидках на овощи и фрукты. Спелые и полезные, сохранившие для вас лучший вкус и витамины. Только с 17 по 23 августа. Томаты всего 79 рублей за килограмм. Больше предложений на нашем сайте «Хороший.ру». «Хороший» мы предлагаем «Лучшее». Ещё одну кость мамонта нашли на территории округа. Международная экспедиция «Мамонт Мишин-2015» вернулась из Большеземельской тундры. С собой учёные привезли кость, напоминающую бивень древнего животного. Находку обнаружил оленевод сельхозкооператива «Харп». Экспедиция «Международная». В её составе учёные и специалисты из Франции, Голландии, Нидерландов, Колумбии и России. На протяжении многих лет они разыскивают доказательства существования древних животных. В Ненецком округе удивительные находки лежат практически на поверхности. «У нас люди на это внимание особо не обращают. А в Якутии там специально ходят по берегу и всё это дело разглядывают. Потому что, знаешь, можно найти гивень, что-то ещё. И мы сейчас, когда общались, например, с оленеводами, то мы их инструктировали по этому поводу, что нужно, ну, как бы, если есть возможность, да, как бы, ну, пойти. Учёные считают, без помощи жителей тундры им не обойтись. К примеру, мамонтёнок Люба была обнаружена оленеводом Юрием Худи. В мае 2007 года он нашёл тушу древнего животного в верхнем течении реки Юрибей на полуострове Ямал. И сразу сообщил об этом специалистам. Как пояснил руководитель экспедиции «Мамонт Мишин-2015», найти целого мамонта на территории округа вполне возможно. Для этого нужна полноценная программа исследований минимум на пять лет. Потому что здесь завязано всё. Это и общий интерес, и осведомлённость населения, информирование её, целая система каких-то поощрений, да, получает какой-то приз человек, как-то он заинтересован. Связь с ночёными, которые приезжают и встречаются с этими оленеводами, которые рассказывают, почему это очень ценно для науки, почему это так важно. И таким образом потихоньку-потихоньку вовлечённость населения достигает 100%. Как сегодня в Якутии говорится, да. И тогда есть шанс найти. Находки отправят на экспертизу, чтобы подтвердить принадлежность костей мамонту и узнать его возраст. Скорее всего, точный анализ сделают в Голландии, поскольку там для экспертизы понадобится всего лишь пять граммов биоматериала. Сами экспонаты останутся в собственности округа, являясь при этом достоянием всего мира. Экспедиция продолжит свою работу в следующем году. Валентина Чебичик, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». 22 августа россияне отметят День государственного флага. В 1991 году члены Верховного Совета РСФСР приняли постановление о национальном флаге. А через три года президентом Борисом Ельцином был установлен новый праздник. Накануне жители региона поздравили губернатор округа Игорь Кошин и председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин. Пусть и впредь развивающийся над головой российский триколор остается свидетельством новых свершений, отзывается в сердце каждого из нас чувством гордости и справедливости к судьбе Отечества. Уверены, что благодаря трудолюбию и ответственности, искренней любви к родной земле, нам удается добиться дальнейших успехов в развитии Ненецкого автономного округа, внести свой достойный вклад в укрепление русской Арктики, могущества и благополучия России. От души поздравляю вас с государственным праздником и желаю каждому дому, каждой семье счастья, благополучия и согласия. В субботу в районе озера Харитоновка пройдет праздник для молодежи в рамках военно-патриотического слета «Звезда». Библиотеки поселка Искателей подготовили выставки «Наш триколор» и «Наш российский флаг». На улицах Нарьенмара в течение всего дня будут раздавать ленты с триколором, а вечером на главной площади региона пройдет народное гуляние и концерт окружных творческих коллективов. Начало в 19 часов. Мы подготовили праздничный концерт с участием творческих коллективов города и округа. В завершении концерта пройдет праздничная дискотека с участием солистов и эстрадно-джазовой студии «Провидз». В это же время с 19 до 22 часов на Маратсей будет развернута торговая ярмарка. Гости праздника смогут попробовать блюда национальной кухни, местную выпечку, а также приобрести сувениры и воздушные шары. Алена Валей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В день государственного флага в Сочи поставят новый национальный рекорд. На главной площади Олимпийского парка у подножия чаши Олимпийского огня будет развернут самый большой флаг Российской Федерации. В преддверии ежегодной акции губернатор Игорь Кошин направил в адрес организаторов и участников поздравления от имени жителей всего Неницкого округа. Это были новости от наших корреспондентов. Будьте в курсе новостей, смотрите телеканал «Север» в пакетах НТВ+, Триколор, а также на сайте www.trksever.ru. Всего доброго!